Всем привет, дорогие друзья. Это Артемий Троицкий, хижина дяди Тёмы. Сегодняшний сюжет можно было бы назвать примерно так. Вооруженные животные убивают из лука безоружных животных. Странное название, конечно, но история, стоящая за ней, еще более странная. Заключается она в том, что пресловутая, ну вот чтобы ее лучше не было, лучше бы я без сюжетов бы сидел, но и без этой дуры. Так вот, пресловутая Госдума Российской Федерации готовится принять очередной удивительный закон. Там имеются два человека, естественно, из партии «Единая Россия». Один по фамилии Резняк, второй по фамилии Валеев, которые этот закон проталкивают. И закон, или, точнее, поправки к закону заключаются в том, что теперь в России можно будет охотиться на животных из лука. То есть расстреливать животных из лука. Ну, естественно, общественность на это дело отреагировала довольно бурно, потому что это какая-то странная история. Да, 21 век, а тут вроде как мы возвращаемся в какой-то каменно-угольный период. Ну и тут же пошли всякие шуточки, что отлично, вот уже разрешила Госдума собирать в лесу валежник. Теперь можно будет из лука расстреливать всякую живность, чтобы ее потом поедать. Ну, потом, соответственно, копья нужно будет, охота с копьями, каменный топор, рогатку можно будет узаконить. Ну и всякие такие веселые вещи. Там где-то в каком-то комментарии прочел смешной анекдот. В 1975 году милиция конфисковала у меня самогонный аппарат. В 2019 году я увидел его на выставке «Российские инновации и нанотехнологии». Да, было смешно. Короче говоря, народ стал очень смеяться. Одна небольшая часть народа, правда, очень забеспокоилась по этому поводу. Это, собственно, те, кто увлекается луком, вот этим самым спортом стрельбы из лука. До сих пор у них никаких проблем не было. Но есть такая дисциплина в спорте стрельба из лука, олимпийская, кстати говоря. Ну, то же самое, что там, условно говоря, метание ядра или еще что-нибудь такое. Тоже, кстати, можно было бы и метание ядра тоже, охота с помощью. Есть же такая штука «проща» называется, да? Помните, чем Давид Голиафа свалил прощой? Надо бы еще прощу, да? Похоже на метание ядра. В общем, жили они спокойно, постреливали себе по мишеням из лука и так далее. А тут, значит, депутаты Госдумы все это дело требуют регламентировать. То есть, если есть лук, его надо регистрировать так же, как оружие. Типа получение разрешения на ношение и использование оружия. Надо им вступать в какой-то союз этих охотников, или как там это бредятино называется. В общем, ребятам тоже очень плохо, простым русским лучникам, в общем-то, как бы их запихивают в какой-то этот административно-технический угол, из которого, я думаю, им будет довольно сложно выбраться. Так что они тоже против вот этой самой лучистой истории. Но при этом, что меня удивило, что, в общем-то, все, кто издевается над этим действительно достойным издевки законом, к которому, кстати, еще присоседился и замечательный такой вот настоящий русский человек из каменного века, а именно боксер Валуев, он тоже там каким-то боком к этому закону относится. Так вот, я хотел на это дело взглянуть с другой стороны. Дело в том, что убийство животных с помощью лука – это самый жестокий способ убийства животных. То есть, можно придумать, может быть, что-нибудь там еще хуже, типа медленного поджаривания живого зверька над огнем или что-нибудь такое. Но вот из способов убийства, таких более или менее распространенных животных, убийство с помощью лука – это самая мучительная вещь для животного. Потому что животное это несчастное, будь то олень или заяц или кто, умирает медленно, умирает медленно, постепенно истекая кровью, мучается, смотрит на людей вот такими полными слез глазами и так далее. То есть, это убийство просто для настоящих садистов, для настоящих подлых садюк. Ну, я-то считаю, что охоту вообще уже давно пора запретить. На эту тему уже давно идут споры. Есть страны, в которых охота запрещена. Кстати, охота с луком разрешена всего в 20 странах мира. То есть, стран в мире 200 с чем-то, значит, более чем в 200 странах она запрещена. А депутат Валеев вот еще вспомнил, отличная такая штука. Он сказал, то есть, там, где он оправдывает принятие, значит, этого закона или поправок к закону, он пишет о том, что это поможет укрепить имидж России как великой охотничьей державы. Вот, великая охотничья держава для миллионов, десятков, может, сотен миллионов людей в мире, причем в таких, как бы, в просвещенных странах, это звучит примерно так же, как великая каннибальская держава или великая садистическая держава. То есть, огромное количество людей по всей планете считает вообще убийство животных ради собственного удовольствия, ради собственного, как бы, азарта, да, и адреналинчику себе впустить, и с этой целью убить живое, одушевленное существо. В общем-то, это считается уже нравами далекого прошлого, потому что человеческая мораль, она медленно, но эволюционирует. Еще, там, скажем, в 19 веке были популярны, скажем, публичные казни, да. Сейчас это кажется дикостью абсолютной. Точно так же дикостью в 21 веке должна стать охота, тем более имея в виду все экологические проблемы, которые с этим связаны. Животных надо любить, животных надо защищать и охранять, а ни в коем случае не убивать. Так что, если депутаты Госдумы и вообще вся эта гребанная Госдума хочет вернуться в первобытно-общинный строй, то вот пусть они отправляются туда. Столь горячо ими любимое прошлое, садистское, зловещее, кровавое, отвратительное. А мы лучше попробуем как-то устроиться в будущем. И маленький-маленький постскриптум. Есть еще одно такое популярное орудие охоты, которое используют австралийские аборигены. Он называется бумеранг. Вот я бы очень хотел, чтобы все эти изуверские законы, которые принимает российский парламент, чтобы они каким-то образом вернулись к нему бумерангом. Это был Артемий Троицкий, хижина дяди Темы.